Продолжение следует... Эстонских политологов до сих пор пользуются в России значительной поддержкой населения, о чем могут говорить 64% голосов. Да и в Эстонии российские граждане отдали за него 26% голосов. Если же говорить о том, что дальше ждет Россию, то, по мнению главного редактора журнала «Дипломатия», социолога Ивианны Массо, вряд ли что-то кардинально изменится в ближайшее время. Несмотря на то, что протестных акций было действительно много, надо отметить, что в основном они проходили в крупных городах России. В глубинке, по всей видимости, царит бездеятельность и апатия. Люди выбрали того, кто уже зарекомендовал на вершине власти. И этим же, вероятно, можно объяснить сравнительно небольшой процент участия избирателей на выборах президента своей страны. Однако новая президентская команда должна учесть требования оппозиционеров о честных выборах и соблюдении норм демократии. Иначе обстановка может стать взрывоопасной. Эстонская власть, впрочем, не оставила без внимания избрание президента России. Поздравления Владимиру Путину были направлены как от его эстонского коллеги Томаса Хендрика Эльвиса, так и от мэра Таллина Эдгара Сависара. От премьера Андрус Антипа, правда, не пришло поздравительной телеграммы. А евродепутат от реформистов Кристина Ойланд заявила, что с Россией не может быть никаких контактов, так как путинская Россия не может быть стратегическим партнером Европейского Союза из-за отсутствия демократии. Впрочем, похоже, что в Европе столь негативный отклик остается в меньшинстве. Более того, некоторые эстонские эксперты считают, что власть нового старого президента России является правой, что, по сути, близко и эстонскому правительству. Надо привыкать к тому, что Россия сильная, Путин сильный, 6 лет они наши соседи, и поэтому надо как-то нам перестраиваться и быть прагматиками, иметь хотя бы элементарный эстонский крестьянский здравый смысл. И, прежде всего, выстраивать наши отношения в сфере экономики, в сфере бизнеса. Вот тут у нас главные интересы, потому что, что касается культуры, что касается спорта, тут более-менее больших проблем у нас нет. Мы должны, в конце концов, будучи рядом с Россией, уметь использовать, вот то, что умели использовать наши предки еще и в царское время, и позже, вот это питерское направление. В целом, в Эстонии убеждены, что не стоит опасаться в России непредсказуемого переворота или ожидаемого многими политиками политического бонта. По мнению того же Эдуарда Тина, Россия не африканская страна, где возможны ежегодные революции, а власть Путина, хоть и вызывает множество комментариев, является достаточно сильной, чтобы продержаться еще 6 лет. А, следовательно, делают вывод многие в Эстонии, нужно просто учитывать сегодняшний характер большого соседа и научиться с ним плодотворно сотрудничать, как это и принято в цивилизованной Европе. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.